Музыка Господин президент, интервью с вами для меня большая честь. Спасибо, что вы нашли для нас время. Позвольте мне начать. В 2013 году председатель КНР Си Дин Пин в Назарбаев университете выступил с инициативой создания экономического пояса шелкового пути. С тех пор прошло 5 лет. Как, на ваш взгляд, продвигается реализация этой инициативы? И как вы характеризуете взаимодействие Китая и Казахстана в сопряжении концепции Нурлы Жол и инициативы пояс и путь? Да, это был официальный государственный езид председателя КНР господина Си Дин Пин в Казахстане. И в университете выступил впервые с этой идеей. Это было новое, тогда только начиналось. Но 5 лет – это совсем небольшой срок. И можно сегодня говорить о том, что это была великая идея. Потому что 2012 год, еще мир с того кризиса не выходил. Все страны чувствовали трудности в этот момент. Эта инициатива, эта идея просто была необходима. Она была подброшена для всех государств, которые с удовольствием подхватили, как идею, которая поможет выйти из остатков этого кризиса. Это как раз стимулировало, чтобы мы приняли свою программу Нурлы Жол, чтобы подхватить, потому что путь в сторону Европы лежит через Казахстан, Россию, дальше в Европу. И строительство железной дороги от Алашанкова через Казахстан в Европу. Строительство сухого порта Харгос и новой железнодорожной ветки, которая соединил юг Казахстана через Алмату, южные города с Европой. Строительство автомобильной магистрали Западная Китай, Западный Казахстан. 2700 километров через нашу страну мы завершили его. То есть вот эти все магистрали позволили фактически осуществить. И это уже работает. Вместе с Харгосом мы получили от Китайской Народной Республики создать терминал на порту Ленинган в Тихом океане. И теперь контейнеры Юго-Восточной Азии, стран, которые хотят участвовать, идут через этот путь в Европу за 12-15 дней. Морской путь занимает 2,5-3 раза больше, как вы знаете. И здесь прямая выгода. И количество контейнеров ежегодно увеличивается в 2 раза. Это дает выгоду для Казахстана получить соответственные средства. И по пути этого пояса развиваются предприятия. Вместе с этим мы договорились и заключили соглашение, контракты строительства десятков новых предприятий в Казахстане, которые нам очень необходимы. Кроме этого, эта дорога позволяет сейчас выйти на Каспийское море. От Каспийского моря мы на юг через Иран соединились с Персидским заливом. Китайские товары могли спокойно через нас идти туда. И Кавказский коридор. В прошлом году только мы соединили Турцию, Грузию, Азербайджан, Каспийское море, Казахстан. Построили мы специальный порт Курок, через который грузы могут через Кавказ, Турцию, проходить через Босфор в Европу. Вот такая огромная работа была проведена все эти годы. И мы видим, что это была очень своевременная, очень дальновидная идея, которая работает на благо наших народов. В послании к народу Вы отметили, что эпоха нефтяного изобилия подходит к концу, и казахстанской экономике нужны новые точки роста. В новогоднем поздравлении председатель КНР Си Цзиньпин говорил, что Китай вступает в новую эпоху развития. Как Вы считаете, на фоне возникновения новых исторических возможностей и шансов, в каких отраслях Китай и Казахстан могут сотрудничать более тесно? Мы уже начали эту работу. На самом деле углеводороды, нефть, газ, конечно, еще какое-то время будет использоваться, потому что это не в один день. Но весь мир взял направление на альтернативную энергетику. Альтернативная энергетика, альтернативная экономика, потому что мы, страна, богатая нефтью и газом, это составляет большую часть нашей экономики, и таких стран очень много, поэтому нам надо от этого уходить. Для этого мы 6 лет назад начали составлять индустриальную программу, то есть строительство заводов, которые будут давать рабочие места альтернативно к средневым ресурсам, и уже построили более тысячи предприятий, где создано сотни тысяч новых рабочих мест. Это первый вариант. Второй вариант строительства тоже альтернативных источников энергетики, как гидро, ветер, солнце и так далее. И Китайская Народная Республика тоже этим занимается. И мы сотрудничаем и вместе создаем. Сейчас несколько таких электростанций, создающих электроэнергию этих источников, уже мы совместно строим. Поэтому я думаю, что это направление очень важное. Но сотрудничаем мы по другим многим вопросам научно-технического прогресса, и об этом мы можем поговорить. В январе 2018 года Казахстан впервые занял кресло председателя Совета Безопасности ООН. А данное событие – огромная заслуга вашего международного авторитета и успеха казахстанской дипломатии. Какие приоритеты ставит перед собой Казахстан в качестве председателя Совбеза ООН? Да, мы гордимся. Мы страна молодая. Нашей независимости всего 26 лет. И мы удостоены чести быть избранными непостоянными членами Совета Безопасности ООН. Прошлый месяц я был в Нью-Йорке и председательством на заседании Совета Безопасности ООН. Мы провели дискуссию на тему ядерного разоружения и доверия между государствами. Мы провели много новых мероприятий. Наша цель, задача, чтобы работать на стабильность, спокойствие в нашем регионе, центрально-азиатском. И поскольку неспокойно в Афганистане, что можно сделать для того, чтобы коллективно помочь Афганистану создать свое альтернативное производство и стабилизировать. Потому что это наш сосед, близкий, через который мы могли бы выходить в Пакистан, в Индию. А внутренняя безопасность слабая. Не могут обеспечить прохождение нефтегазопроводов, автомобильных дорог. Поэтому у нас общий интерес, чтобы в Афганистане внутри наступила стабильность. И мы поработали в этом направлении. Поэтому мы гордимся, что Казахстан выполняет сейчас эту работу. И он оценивается очень высоко. По инициативе Казахстана послы, представители всех стран ООН съездили в Кабул. Провели там разговоры, изучали обстановку внутри страны. Вопрос доверия между государствами, которое в последнее время ослабло, к сожалению, очень важно для борьбы с терроризмом, экстремизмом. С этим можно бороться только совместно. Каждое государство в отдельности не может. Терроризм – это такое зло, которое возникает везде. В него нет разграничений фронта, где борьбы. Не знаешь, когда, откуда возникнет. Поэтому взаимоотношения государств, специальных служб очень важно. Вот в этом направлении мы и работаем. Вот вы сказали про международный терроризм. Это действительно угроза, с которой нужно бороться всеми странами совместно. В каких аспектах Китаю и Казахстану необходимо укреплять взаимодействие для более эффективной борьбы с терроризмом? В Китайской Народной Республике от руководств исходит предложение по борьбе от трех зол – экстремизм, терроризм и сепаратизм. И мы это поддерживаем и работаем совместно. Терроризм, как вам известно, очень сильно проявился в Сирии. ИГИЛ дал почувствовать всем, что это настоящее зло. С этим надо бороться. Одна коалиция во главе с Америкой боролась, и во главе с Россией боролась. Сейчас само государство уничтожено, территории у них нет, но своих боевиков они переставляют в другие места, в другие регионы, в том числе в Афганистан. И это нас очень сильно беспокоит. И мы страны Центральной Азии, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества, вместе должны работать, чтобы бороться с этим. Мы этим и занимаемся сейчас. Со стороны Казахстана оказывается серьезная поддержка Афганистану. Мы учим молодежь Афганистана получить профессию за счет средств Казахстана. Мы готовы строить объекты социальные, инфраструктурные, там для того, чтобы дать людям работу. В 40 лет идет гражданская война, люди, кроме как воевать, ничего не знают. И занимаются производством наркотиков, которые подпитывают терроризм. Поэтому как с этим бороться? Надо дать работу. А работу дать можно, если развивать производство в Афганистане. Вот это наши общие задачи. Мы должны помогать этой стране именно создать свою экономику. В июне этого года в китайском городе Циндао пройдет саммит глав Шанхайской организации сотрудничества. Как Вы сказали, что ШОС для стабильности и безопасности в регионе гораздо больше, чем просто международная организация. Как Вы считаете, каковы ее перспективы и какую роль в ней в будущем планирует играть Казахстан? Шанхайская организация сотрудничества сегодня один из важнейших коллективных органов, который признается во всем мире. Создавалась государством, которое имели общие границы. И мы решали вопрос описания этих границ. Вы помните, это был Советский Союз, Китай. Общая граница была не делимитирована, не расписана, не было соглашения. Были места, в которых нет согласия, и там возникали конфликты, и в целом между государствами тоже. Поэтому, когда шесть государств, имеющих общие границы, мы описали границу, подписали, сказали, что это граница дружбы. Отвели вооруженные силы, сказали, а что дальше? Давайте вот эту встречу будем продолжать. И тогда возникла Шанхайская организация сотрудничества. Одним из инициаторов был Казахстан. Поэтому я очень активно поддерживаю ШОС, который теперь становится не только политическим сообществом, но это экономическое. Мы вместе развиваем экономику стран. На шелковом пути сейчас участвует более 65 государств. И туда направляется около 600 миллиардов долларов. Создан Азиатский банк инфраструктурного развития с капитализацией 100 миллиардов долларов. Это все работает на благо всех народов. И вот это все происходит в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Очень важное измерение – это совместная борьба с тремя злами этими. И здесь наши специальные службы, правоохранительные органы тесно между собой сотрудничают. У нас есть специальные организации борьбы с терроризмом. Следующий вопрос – это борьба с наркотиками. Чтобы друг друга знали, мы совместно работали, чтобы не допустить, чтобы они дестабилизировали наше государство и не портили здоровье молодежи, продавая наркотики. Во всем этом Шанхайская организация гнает большую роль. И я с удовольствием могу отметить, что теперь мы с Финдао встретимся как шанхайская восьмерка. Потому что именно в Астане при нашем председательствовании состоялось принятие в нашу организацию Индии и Пакистана. И теперь 8 государств у нас участвуют. Я думаю, что под председательством Китайской Народной Республики, господина Ази Цзепеня, готовимся. Казахстан этому помогает. Как всегда, будет очень успешная встреча. И мы наметим новые планы дальнейшего развития нашей организации. В прошлом году состоялся 19-й съезд Компартии Китая. На нем подвели итоги последних пяти лет жизни страны. Как вы оцениваете успехи Китая за последние пять лет под руководством председателя КНР Си Цзин Пина? Я очень близко знаком с председателем Зазепенем. Мы ежегодно встречаемся, обмениваемся мнениями, сверяем часы. И я очень горжусь тем, что у нас есть такое доверие, такие отношения, которые помогают обеим странам спокойно жить. Китай – это огромная страна. А 19-й съезд Компартии Китая – это не только внутрикитайские события. Это мирового значения было событием. И вот под председателем КНР только за пять лет экономика от 53 триллионов до 80 триллионов выросла. Поставленные задачи на 19-м съезде достигнуть китайские мечты развития нации – это имеет значение для всех государств. Как сосед и друг близкий к КНР. Мы хотим, чтобы все эти планы осуществлялись. И я уверен, что они осуществятся. Социализм с китайской спецификой выражает нашу восточную ментальность, нашу идею, мысли нашего народа. И он очень серьезно продвинет вашу страну. Плюс, я могу сказать, достижение научно-технического прогресса Китая. Запущен самый большой в мире телескоп. Аэродинамическая труба самая большая, запущенная. В оборонном комплексе большие достижения. Все это делает Китай абсолютным крупным игроком мировой политики и великой державой в полном смысле этого слова. Поэтому в этом вопросе, научно-технических вопросах, мы тоже активно сотрудничаем. И Китай и Казахстану помогают строить такие же важные объекты для технического прогресса. Господин президент, вы как и председатель Си Цзиньпин в молодости занимались низовой работой, прошли через многие сложности. Мы знаем, что вы 9 лет работали металлургом. Как этот опыт помогает вам в госуправлении? И что вы посоветуете молодежи для достижения собственных поставленных целей? Теперешней молодежи, может это трудно понять, теперь не обязательно начинать с рабочего. Но я считаю, что молодые государства, как мы, при своем становлении, руководители должны были знать, чувствовать. Мои родители были крестьяне сельские, простые. Сам я начал с рабочего. Когда я езжу по стране, разговариваю, я знаю, о чем думают рабочие, я знаю, о чем думает крестьянин. Я могу вникнуть в их проблему, в их состояние и работать над тем, чтобы именно сделать им благо. Председатель Си Цзиньпин и мне помогает это в работе сейчас. Сейчас, конечно, объем работы, уровень работы очень другой, большой совершенно, масштабный. Но все равно тот опыт, который был приобретен тогда, он всегда сидит в нас и всегда помогает правильно принимать решения. Потому что задача и цель каждого первого руководителя государства – это благо страны, благо народа. А народ – это в основном тот, который сеет, убирает на земле или на заводах создает промышленные предприятия для развития страны. Это помогает, но сейчас настолько бурно растет мир, настолько бурно развивается экономика, научно-технический прогресс. И на новом уровне надо работать. Человек всю жизнь должен учиться, чтобы не отстать. Так что, я надеюсь, мы тоже так делаем. Спасибо. Господин президент, позвольте личный вопрос. Вы хорошо выглядите, раскройте секрет, как вам удается, и какое у вас есть хобби или увлечение, которым вы занимаетесь в свободное от работы время? Я такой вопрос часто слушаю. Мне кажется, хотят спросить, вот вам столько лет, а вы еще тут… Вы действительно очень хорошо выглядите. Потому что часто приходится мне отвечать на этот вопрос. Знаете, есть банальные ответы. Я занимаюсь физкультурой, я бегаю. Да, я с молодости занимаюсь спортом и продолжаю этим заниматься. Уже это стало привычкой. Но для политика главное счастье заключается в том, что ты пришел на эту работу, чтобы что-то сделать. То есть, со своим планом его предложил народу. И счастлив тот политик, который осуществил это. Осуществил. И это вдохновляет. Говорят же, найди себе работу по душе, и ты всю жизнь не будешь работать. Точно так же, кто работает с энтузиазмом, что эта работа тебе понутру, и у тебя получается, это дает вдохновение, силу и энергию. Будут свидетельствовать, что я такой, я старый и так далее, вот таким не будешь. В голове надо всегда давать, что тебе люди верят, на тебя смотрят. Ты должен быть в форме всегда. Ты должен быть впереди. Ты должен осуществить мечту, чаяния этих людей. Тогда всегда будешь молодым. Вот проводили исследования в Лондонском университете на предмет, что такое счастье. На первом месте поставлено было при опросе тысяч людей, дети. Потом дружба, потом семья, потом работа. То есть в семье имеет большое значение встречи с детьми и внуками. Хотя времени на это не так много бывает, но это тоже очень важно. Мы же такие же люди. Все люди видят внешнюю сторону деятельности президента. Мы ездим куда-то, встречаемся. Это частичка работы. Основная эмоциональная работа, физическая и эмоциональная нагрузка. Каждый день думать, а что еще сделать, чтобы страна стала лучше. Что еще сделать, чтобы твою страну уважали больше на земле. Что еще сделать, чтобы людям стало лучше, легче жить. Вот эти мысли всегда не дают покоя, заставляют трудиться, работать. Это фактически творчество. Говорят же, творческие люди долго живут и творческие люди в хорошем настроении находятся. Вот так и мы. Вас очень уважают и любят в Китае. У нас 15 февраля в Китае отмечают Китайский Новый год. И мы бы хотели, пользуясь случаем, чтобы вы поздравили китайский народ с этим праздником на камеру. А мы, в свою очередь, обязательно нашим телезрителям передадим. За эти годы независимости, а независимости Казахстана 26 лет всего, я много раз бывал в Китае, в разных регионах, провинциях. Много раз встречался. Начинал работать с председателем Зинцеминем, потом Хузинтава. Вот шестой год работаем с председателем Зинцеминем. И у нас возникло огромное взаимодействие. Меня восхищает огромная сила, воля, которая идет от председателя Зинцеминя. И его желание вывести китайский народ на самые передовые рубежи. И его беспокойная такая жизнь в этом плане. И очень спокойная, умеренная дипломатическая работа на международном уровне. Все это видно и вызывает уважение. И вот как сосед, дружественный, близкий сосед Китая, мы, казахстанцы, поздравляя с Новым годом по китайскому календарю, желаем китайскому народу здоровья прежде всего, благополучия, спокойствия среди народа и работать над выполнением решений 19-го съезда партии, которые выведут Китай совершенно на новый уровень, как внутри страны, так и во всем мире. А мы, Казахстан, который живет рядом, сотрудничает, торгует, общается, будем развиваться вместе с Китайской народной республикой. Благополучие Китая мы заинтересованы абсолютно, потому что у нас очень много связано. С нуля подняли торговлю более чем 14 миллиардов долларов. Я вам сказал, сколько построено дорог. Сухой порт Харгос, это целый город, мы создаем. Еще много, предстоит нам вместе работать. Для этого благополучие и счастье китайского народа очень для нас важно. Поздравляю от души с Новым годом, от имени казахстанского народа. Желаю всего самого хорошего каждой семье, каждому гражданину Китая. Всего самого доброго.